Так, сразу при начале мой доклад будет FreeSwitch, EventSocket Library или прекрасно MotoESA. Сразу хочу дополнить, что после моего доклада будет мой коллега Тараканов Александр рассказывать конкретные примеры и рабочие кейсы, связанные с EventSocket Library и с MotoESA. Я же расскажу общую архитектуру и вообще как это работает примерно во FreeSwitch. То есть для того, чтобы вообще понимать, зачем нужна EventSocket Library FreeSwitch, то мы сначала перейдем к идеям, которые разработчики FreeSwitch вложили в сам продукт. Это все данные взятые с конфлюенсов FreeSwitch, и поэтому они несут идеологию именно с самими программистами, которые разрабатывают данный продукт. Прежде всего, это была у них расширяемость, как легкое добавление новых функций, гибкость. То есть пользователи сам выбирают то, что им нужно. Под гибкостью они понимали того, что модульную архитектуру, любой модуль можно включить, отключить, а в самом ядре идет только небольшая часть чего-либо. А все остальные функционалы образуются благодаря модулей, которые можно самому дописать, либо использовать штатные какие-то. Масштабируемость в понимании конфлюенс именно разработчиков. Это имеется в виду, что FreeSwitch может запускаться как большая тенегуляционная платформа в виде кластера с резервением и так далее, так она и может запускаться на каких-то имбидит-устройствах. В определенных устройствах мы понимаем типа вот IP-телефонов маленьких или еще так далее. Мне, к сожалению, в интернете не удалось найти данных, что есть такие телефоны, но на самой конфлюенсии FreeSwitch они об этом презентуют. И стабильность. То есть проблемы с одной функцией или с одним модулем не должны влиять на никакую систему. То есть весь обмен происходит между, как бы сказать, EventSocket Library и ядром, и каждый модуль при попадении одного модуля не приводит к крашу всей системы. Поэтому FreeSwitch, по их идеологии, был построен именно по модульной системе, где есть маленькое ядро, очень маленькое, которое обеспечивает базовые функции работы связки модулей и модули, которые все используют в данное ядро. Но все функции, то есть обработки дел планов, каких-то, в общем, других функций, они основаны именно в модулях, которые не зависят друг от друга никак. Так, и все данные, которые происходят в FreeSwitch, соединяются между самой помощью EventSocket Library. То есть существует само ядро FreeSwitch, сверху EventSocket Library, и дальше уже идут модули, так называемые. Сам FreeSwitch, здесь я специально делаю выдержки с конфлюенсии, чтобы было понятно, с конфлюенсии, если кто не знает, это можно сказать в Википедии по FreeSwitch, который и так далее. Сам, то есть если мы говорим про API, который есть у FreeSwitch, сами FreeSwitch выделяют такие API, как FS-CLI, EventSocket Interface и Scripting Interface. Сейчас мы пройдемся по всем API, которые существуют. Почему сам FreeSwitch выделяет CLI как Command Line Interface, как отдельный API? API, потому что с помощью него из консоли, да, то есть там с BASH, CH и так далее, можно полностью управлять FreeSwitchом, делать любые действия, которые вам подразумываются. Он довольно гибкий. И самим FS-CLI не обязательно подключаться к локальной системе какой-либо, вы можете подключаться к любой удаленной системе FreeSwitch, то есть по хасту FS-CLI поддерживает подключение к удаленной машине. Нужно понимать, что FS-CLI это не сам FreeSwitch, это отдельный небольшой скрипт, который обеспечивает вам взаимодействие с EventSocket Library. EventSocket Library это подключение к системе событий ядра, то есть что такое системы событий, ой, системы событий FreeSwitch. Ядро какие-то события генерирует, модули генерируют ядро, и чтобы со всем этим обмениться, существует EventSocket Library. Это не модуль сел, это отдельная библиотека, которая обеспечивает все обмен данных между своей свечом. Если мы говорим про EventInterface FreeSwitch, то есть это мод EventSocket, о том, что мы будем говорить дальше, это интерфейс с управлением FreeSwitch по TCP, именно, то есть так далее. MotorLangEvent – это производная от практически MotorLangEventSocket, или от ESL, которая отправляет, получает команды в двоичном формате для терминов Irlang, то есть часть FreeSwitch где-то использует Irlang, и вы можете использовать в бинарном виде, в двоичном формате, обмены событиями для написания модуля на Irlang или так далее. Я не использовал, если кто-то использовал, с удовольствием послушаю. И, естественно, MotixMLRPC, где вы можете управлять FreeSwitch через WebAPI. Это, по сути, близко к RESTful интерфейсу IRI от Astra, где также вы можете дать… В принципе, все, что поддерживает FSLI, поддерживает и MotixMLRPC, то есть вы используете сюда. В дальнейшем, который существует, то есть, опять, это скриптинг интерфейс FreeSwitch, это когда вы с помощью DL-плана вызываете определенный код для… Если сравнивать с Astra, то это будет agile интерфейс. То есть это ModPearl, естественно, ModV8, здесь Java какой-то интерпретации, и ModLua, и ModPython, что, в принципе, весьма логично, и вы можете передавать какие-то переменные в эти скрипты свои, там вызывать переменные и отдавать дальше DL-плану FreeSwitch переменные. Теперь мы просто вкратце рассмотрели, что такое, так называемое, API FreeSwitch, и которое не существует. Перейдем к самой теории, что такое EventSocket Library. Как я уже говорил, это способ взаимодействия системы событий. FreeSwitch, а не с помощью примитивов C. То есть само ядро и модуля, они обмениваются у каких-то часто примитивов C, то есть с какими-то данными, бинарными, небинарными данными, текстами данными. Ну, там существует, так скажем, то, что заложил программист. Чтобы это не было так трудно, придумали, то есть, такую библиотеку для FreeSwitch, LPSL. Это отдельная библиотека, это практически даже отдельный демон, который работает над ядром и который задействует полностью, со всеми модулями и ядром FreeSwitch. Она не зависит от ядра FreeSwitch. При ее падении FreeSwitch дальше будет работать, просто не будет работать модуля. Ну, в идеологии FreeSwitch, это значит, система работает, раз ядро работает. Что, в принципе, и у них, специально выделено на английском языке, написано, что LPSL может быть выделено на отдельную машину, то есть, AventSocket, которая будет обслуживать с вашей ядром. Но для этого нужно будет перекомпилировать ядро, чтобы она сокет и слала не на localhost, а на какую-то удаленную машину, и там это обработать. Зачем это нужно? Скажем так, просто у вас возможно сделать, а не с ним зависит. То есть, сам ASL обменивается с ядром FreeSwitch по local socket. Поэтому можно сделать как бы отдельно. Если мы говорим про именно ASL, то есть, AventSocket Library, мы еще не дошли как бы до уровня и так далее, то само ядро, то есть, дальше существует так называемый ASL объект. То есть, то, что мы можем работать, то, что можем работать, как в ASL, так при моде ASL, то есть, так далее. С чем мы можем работать? То есть, это ASL setLockLevel, не думаешь, что строить засветное внимание, то есть, все работали, кто с консолью FreeSwitch'а, и в консоли FreeSwitch'а вы можете выставить нужный вам local level. По сути, вы так и обращаетесь в свой цикл, выбираете, говорите о каких событиях вам сообщать, о каких событиях не сообщать. В дальнейшем, как бы сказать, в SSL, это EventObject, то есть, вы можете подключаться к определенным событиям и подписываться на определенные события. В конечном итоге, даже в SSL можно подписываться на определенные события определенного чанела, ой, бриджа, там, чанела и так далее, и делать эти события, выстроить их в приоритет и что-то сделать этим телем, делом. Это что, так наложилось некрасиво? А. Также, если мы в дальнейшем переходим, то есть, в SSL Object, то есть, мы можем высылать, то есть, ну, почему так переехало ко мне, непонятно. Ладно, здесь будем. То есть, SSL Connection, то есть, вы сможете SSL, то есть, еще раз представить, SSL Object, вы можете вызывать новое соединение, создавать старым, подсоединяться, еще что-то делать, открываем Office Alive. Если мы переходим, то есть, к IP, то есть, мы говорили про скриптит интерфейс, то важный параметр, то есть, SSL Connection объекта по API, то есть, когда мы создаем скрипты свои, там, на Perle или на Python, существует два вида в FreeSwitch подключения, то есть, к API Connection. Это стандартный API и background API. Если кто не использовал, то есть, стандартный API, он чисто синхронный, вы когда делаете вызов, он ожидает оконечности текущего события, и потом дальше продолжает данные. Background API со скрипта, он полностью асинхронный, вы отдали события и ждете только, что это вам событие вернется, и дальше можете отдавать что-то FreeSwitch. и тем самым, скажем, это есть определенная аналогия, как сказать, асинхронного интерфейса управления фрисвичом при прямом SL Connection, если до вас это требуется. То есть, объяснять, что такое асинка, асинк, я думаю, собрашивать здесь не стоит. И в дальнейшем, что он будет рассказывать, Александр, к чему приходит SL, и к чему работает большинство программистов, это, естественно, бот и EventSocket. То есть, это подключение к FreeSwitch своих программных продуктов в разных режимах, где вы можете им уже управлять, что-то делать с переменами канала, с переменами идеал-плана, или что угодно вам, Александр в следующем мастер-классе покажет. В этом MontEventSocket это, по сути, модуль, который подключается, так же говорю, к EventSocket Library, и уже дальше с ним полностью работает. У MontEventSocket выделяется всего несколько режимов. Это Inbound режим, когда мы подключаемся к FreeSwitch с помощью FreeSwitch, выдаем команду и получаем события. То есть, мы внешне настраиваем FreeSwitch, вам покажут, как настраиваем FreeSwitch, подключаемся к нему с помощью своего там Python или Perla, дальше выбираем, какие события нам анализировать, не анализировать, и дальше как бы работаем. И Outbound режим. В Outbound режиме мы должны иметь какой-то свой демон скрипт, то есть, на каком-то языке программирования, когда в FreeSwitch мы показываем в DL-плане, что мы должны все события, или определенные, сейчас я сейчас скажу, то есть, события в каком-то режиме, синхронном, несинхронном, full, не full режим, я потом дальше расскажу, слать на наш демон. То есть, вызывает, приходит, допустим, идеологически приходит звонок, мы там вызываем, то есть, не вызываем, мы отправляем все данные на сокет, который у нас открыт где-то в дальнейшем, и в дальнейшем работает. И тот, и тот режим применим во всех многих сферах, где как вам удобно. На самом деле, в Астре не хватает режима Outbound, очень честно, слава богу, вы кого бы в Арии ввели, но там можно подписываться на события. Если мы говорим про Matt and Sound, то есть, асинк режим, это асинхронный режим, когда вот, я имел в виду, что, здесь не видно, не видно, когда мы не пишем диалплан, мы можем указать, когда послать сокет, то есть, там, синк, full, асинк, асинк, full, не full режим. Они отличаются очень тем, что асинк, это, естественно, асинхронный режим, когда мы послали команду, и ждем только, когда придет ответ от нее, и дальше про нее забыли. Синк режим, это когда мы ждем выполнения команды, и дальше не происходит ничего и так далее. А full, это синка full, это имеется в виду, когда вы подписываетесь, когда вы, допустим, вызываете в Outband режиме события не full, то есть, вы можете подписаться на только переменные вашего делоплана, текущие channel события, можете подписаться на все глобальные события full, которые происходят на вашем, то есть, фрисвиче. И в конечном итоге, в дальнейшем все это использовать, если вам необходимы все full события. О, я тут ничего не написал. У меня быстро. Да, нет, все, я закончил. Апи и тоже Апи, они в итоге вот на собой используют один и тот же ESL? Да, и имеется в виду, вы когда делаете connection, то есть, если вы используете, вот здесь хорошо показано, перловый скрипт, можно питоновский найти пример. Вы когда делаете my connection, да, то есть, вызываете, то есть, ESL и ESL connection в библиотеку, да, вы там в дальнейшем, когда при коннекте указываете, будет background API или API? Да, это понятно. Я просто сделал смысл с тем, что в BG API и API, в принципе, для них разный набор команд, то есть, то, что есть в BG API, нельзя в этом интерес Апи. Ну, если вы как бы, если мы говорим про playback какой-нибудь, да, допустим, ну, то есть, там же, в принципе, что в BG API он выполняется, если мы говорим, какое-то событие типа бриджа, то есть BG API я тоже не находил его. Ну, правда. Находили? Ну, он будет с самого события ждать. Да, но по-другому называется, да, эти методы захочу, а не через BG API вызывается метод BG API, потому что два ID-шни как-то дешевых. Это я не видел. Да, но я имею в виду, через BG API есть BG API BG API и а через API этого метода уже нет. Я вот никогда не использовал просто API, а потом ббг и потому что да, ему надо делать уитбит, а тут он мог отправить на определенный гитвей. Хотя, в принципе, то же самое. Что? Следующий мастер-класс будет, это будет основан вообще абсолютно на этом. Вот сидит человек, Александр, и он заделся. Он будет полностью показывать вас на питомских примерах, поэтому здесь особо... Здесь просто вводные данные, как... А сейчас будут конкретные примеры с этого. Что, думаю, будет гораздо интереснее и больше вопросов. Ну вот, благотied ребёнок о